Меня пугает то, что министру, когда задают вопросы, он отвечает в последнее интервью, накануне Нового года, он говорит, ну подождите, я всего 20 дней, поэтому слишком маленький срок. С моей точки зрения, если мы это понимаем, что первый этап реформы, когда была сформулирована концепция, он занял больше, чем полгода. И этот этап был пройден. И надо тогда, вот почему меня напрягает эта ситуация. Потому что если концептуальный подход верен и принимается министром, то тогда 20 дней это слишком долго, чтобы ждать начала второго этапа. То есть это буквально на третий, пятый день можно начинать действия по движению во второй этап. Второй этап, называя вещи очень просто, должен был собой представлять вот этот мониторинг, ситуации, аудит документов, которыми наша сфера соприкасается с финансами, со всеми сферами, с которыми соприкасается спорт в жизни. Нет, от которых зависит. Да. То есть 20 дней это уже катастрофически много. Для того, чтобы и уже больше 20 дней, и ничего в этом плане, ничего не происходит. Если концептуально не принимается подход, который разрабатывался, по 20 дней, это тогда слишком большая пауза, для того, чтобы сказать, нет, это немножко не туда забрели, мы будем куда-то что-то по-другому делать, и тогда надо срочно говорить, куда мы будем двигаться. Вот это та главная причина, вот это то, что напрягает. Ну, безусловно, в той ситуации, в которой мы находимся, мне кажется, уместно было бы говорить о решительных действиях, ну, в сторону изменения к лучшему, да? Ну, потому что, как бы, все мы понимаем, что дальше так, ну, уже нет ни желания, ни возможности, даже если бы было желание. И уже далеко не 20 дней, уже больше месяца, как... То есть, с течением времени уже 20 дней не будет оправданием, как не будет оправданием и 30 дней. В то же время мы не услышали, действительно, ответ на вопрос, предложенный концепт реформирования, он принимается, либо нет. В то же время обрывочно мы видим некие действия со стороны министерства, которые в той или иной степени пытаются реализовывать именно этот концепт. А концепт состоял, я просто напомню, на самом деле еще меньше, три основных позиции было. Первое – это выстраивается автономная вертикаль для спорта, в той форме, в которой спорт принят в мире. И концентрируются все действия на двух направлениях. Первое направление – это справедливое распределение ресурсов на спорт высших достижений. И второе направление – это адресное распределение ресурсов на массовый спорт. И есть боязнь сейчас видеть эти действия, которые производит министерство, боязнь того, что вот этими действиями, какими-то там мазками, штрихами, оно как бы подменяет смысл как первого, так будет подменять второго и третьего элементов.